Минуты шли. Вот мы находимся здесь, около официальной статуи императора Домициана. Ну, у нас в античном мире обязательно или античный бог, или герой, или император. Просто для сравнения. Вот моя голова, и вот моя рука, и вот голова императора, и вот его рука. Это часть огромной статуи, монумента. При таких размерах это даже не 4 метра, это, наверное, метров 7, наверное, помогло. Ну, по крайней мере, это совершенно гигантизм, и скромненный в отличном качестве, потому что проработано все, включая мимику лица, проработаны мышцы, проработаны какие-то мимические морщины, проработаны даже подстриженные ногти, как обратили внимание, мои друзья, мышцы, проработана у нас система сосудов крупных на руке. Посмотрите, ну, это, конечно, пропорционально со мною. Это несравнимые вещи, и представить масштаб этих статуи, как обстанавливали, изготавливали, конечно, наверное, очень сложно. Уникальный барельеф в музее античной, древней, Смирной. Посмотрите, я молчу про качество исполнения, изящество, отсутствие вообще здесь следов даже технологий, просто сразу вплоть до полировки. Я не буду даже говорить про вот этих каких-то уродцев головоногих, которые тут просто голова, головы и не пойми, где тела. Я покажу вам сразу гигантов и людей. Первое сравнение, да, здесь у нас Дионис в гости к актеру, к постаревшему актеру Икариусу. Вот, его здесь придерживают. Смотрите внимательно. Вот этому гиганту, актеру, который у нас высотой просто с античную колонну, а вот у нас вот актеры, вот колонна, вот портик, вот здание, да, ему мнут ноги. Посмотрите внимательно. Ему мнет ноги человек, который, конечно, находится ему чуть выше колена. Рука, длина ладони человека и длина пальца на ноге практически идентичны. То есть разница в размерах гигантических примерно здесь 3,5 метра. Если почти два человека, то есть неполных два человека, вот стоит второй человек, поддерживает. Это не ребенок, обратите внимание, это совершенно подчеркнуто. Половозревый мужчина уже, может быть молодой, но это в любом случае здесь вообще прям вот мужчина-мужчина, не ребенок по лицу, лицо не изображает никакого ребенка. Вот, то есть мужчина поддерживает руку. Посмотрите внимательно, что одна, какая маленькая рука и какая большая рука. Опять пропорция у нас почти в два раза, одна больше другой. Рядом, кстати, находятся актеры, они тоже гораздо больше, чем люди. И вот они держат вот этот вот посох или жезл этого, видимо, престарелого тоже актера. Вот он, видите, так сидит ему и ноги мнут у него, видимо, им тяжело. И рук его поддерживают, ему уже все в тягости. Борда-то у него вот прям не острижена. Поэтому вот его посох, который тоже высотой с колонны, ну, удивительно. Вот так вот отражается, я молчу про треножники, великолепные множество деталей. Посмотрите, какие даже как проработаны волосы и лицо. Но люди и гиганты, вот перед нами здесь сейчас как раз классический этого вариант. Гиганты, которые высотой с колонны, сознательно поставлена колонна. Люди маленькие, ну, либо это карлики, это люди, не могу сказать, в общем. Но здание у нас почти высота, здание это высота вот этого вот гигантоподобного. Примерно, если это наш рост, вот это наш рост, то есть около примерно метра восемьдесят, пусть он будет. То есть здесь, соответственно, три, три двадцать, три, может, пятьдесят. То, что он уже сутулился и он сидит, кстати. Да, если встанет, то будет еще выше. Поэтому я думаю, что он примерно как раз тот четырехметровый размер и ступеней всего подходит. Итак, друзья мои, очередное опять подтверждение того, где были люди, а где были гиганты. Здесь не поверите. Спрашивает, какой у тебя YouTube-канал? Я говорю, да у меня канал не на английском, а на русском. Мы с вами в одном из прекраснейших мест. Милаванда называется это место. Никак не могу настроить телефон, потому что место настолько огромное, что вот реально настолько оно крупнее. Крупное это место, что я даже не могу понять, когда у меня записывается и записывается ли вообще. То есть объем у нас настолько гигантический. А мы с вами находимся в непросто... Я туда даже вверх подниматься не буду, потому что в камеру все равно все это не помещается. А мы с вами находимся около античного театра. Да, вы не поверите, но это, причем это еще не все уровни античного театра. Он огромный, огромный по всему периметру. Настолько огромный, что византийцы умудрились уместить здесь свою крепостишку. Вот прям вот с той стороны, наверху, в нескольких верхних ярусах они поместили. Меня всегда спрашивают, какие ступени. Вот показываю, какие ступени. Ступени широкие, крутоваты для меня. Если меня видно, то я вот здесь вот, потому что солнце такой и контраст. Крутоватые ступени для меня. Лестница у нас продолжается на многие десятки метров. Вся высота здесь, это с этой стороны арка, а с противопожной стороны она еще выше. Самые большие арки у нас 12-метровые. Ширина тоже, вы видите, примерно метров, больше 4 метров. Для кого городили такое, для кого создавали и не достроили проходы. Потому что проходы между сиденьями вполне у нас существуют. Их никто не закрывал. Для людей они построены для людей. А вот это, для каких людей построено вот это, что за великие поднимались и смотрели все это сверху, это уже решайте, друзья мои, сами. Мы движемся по Милету, городу, где родилась античная философия, где родился главный известный античный философ, Фалес Милецкий, Милецкий, Милецкий все-таки, Милецкий тогда получается. Ну, всякие разные варианты встречал. Так вот, основоположник всей античной философии. Да, он тоже родился здесь. Машина с антикетирой тоже произошла здесь. Но мы с вами пойдемте дальше по Милаванде. Вот опять гиганты и человечки. Вместе они все по колену скажут, что дети, наверное. Ну, вот сами решайте, кто это такой. Насколько это ребенок, насколько это взрослый, насколько это дети, и насколько это, как говорится, родители. Пропорции, конечно, сказать, что здесь не могли исполнить пропорции детей, изобразить нормально. Могли и делали это спокойно. Больше того, здесь вот размер колонн показали. Применительно к этому. И гигантические вещи. В общем, античная Смирна, конечно, в этом плане восхищает. Вот еще у нас детки и родители, так называемые. Только детки слишком карлики. Родителей голов, правда, нет. Видимо, ну, тут можно допустить, что это какое-то символическое изображение. Я допускаю такие вещи. Но то, что я вам показывал там, где взрослые мужчины, уж даже не юноши, мужчины держат престарелого актера-гиганта выше здесь, и это было в предыдущем видео, тут это уж, конечно, труднооспоримые вещи. Итак, в роскошной Милаванде, известном во всем античном мире как Милет. Город, где родилась античная философия. Да, 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 она тоже родилась у нас здесь. Она не родилась. Мне сейчас как-то террасы показались прям совсем террасы, а не театр. Вот, кстати, я прошел сиденья, спрашивают, интересуются. Вот такие вот сиденья в том числе были. Античная философия, как и все, как и античный мир, он родился здесь, на территории этой сказочной страны Ахиявы, страны ахейцев. Мы движемся к огромному арочному своду, не помещению, а проходу. Этот арочный свод у нас настолько превосходит. И вы, наверное, скажете опять о гиганты. Да не то слово гиганты. Там еще вниз сейчас пойдут ступени. Истинные гиганты создавали здесь даже эхо огромное, потому как гигантизм этого места, слушайте, ну фантастика. В камеру не помещается. Все. Высота здесь 12 метров считается. Вот по количеству блоков, ну где-то около 11 этих огромных помещений. Вот так вот. Вот такая вот высота. И туда еще идет спуск. И вот вся она арка, вся вот такая немыслимая. Она, конечно, не помещается ни в какую из... Вообще никуда. Во все стороны идут эти великолепнейшие арки, великолепные помещения. Так. Ой! Ой! Ой, какая высота! Какая сказка! Я сейчас достану... Я не думал, что здесь будут темные места. Я сейчас обязательно достану фонарик. Я по вашему наставлению обзавелся хорошим фонариком. Где-то он у меня на дне. Пока я его достаю, пожалуйста, полюбуйтесь. Вот некоторыми видами. Так. Фонарик, фонарик с противоположной стороны. Полюбуйтесь. И огромными... Огромными помещениями. Заодно подумайте, что вы напишите в комментариях, потому что комментариев от вас я жду. Не то, что вас... Да, я не сомневаюсь, что это восхищает, конечно. Это восхищает. И спасибо, что пишете восхищенные комментарии. Но жду от вас еще и комментарий содержательных. Что вы вообще думаете об этом погибшем, исчезнувшем. А самое главное... Не то, что он никуда еще не исчез, но его уже целенаправленно, сознательно забыли и забили. Вот, например, у нас арка была такая и такая, потом у нас она сокращается. Видите, как закладывают у нас эти арки. Итак, что за помещение? Сейчас будем смотреть. Ага, здесь у нас в этом зале с маленьким окошком. Вот таким вот. Вот оно малюсенькое окошко. Как на конус собранное оно у нас так. Сейчас попробую как-то сузить. Нет, не знаю, как сужать. А вот вон оно у нас там. Вот, теперь видно это окно. Как будто это бойница. А там у нас стоят артефакты. Здесь есть еще музей Миллиты. С противоположной стороны тут просят не ходить сильно, быть осторожными. Да, ну вот, это был засып. засып был капитальный. Не пускают нас, потому что ооо, ну понятно все. Вот, видите, я теперь какой человек опытный по вашему наставлению. То есть огромная, огромная куда туда идущая лестница, огромная высота. 11 у нас вот какой у меня, видите, фонарь какой теперь хороший. Вот, спасибо вашим вашими молитвами. и ширина. Ступени, ступени не то, что они крутые, они такие нормальные, где-то около 30 сантиметров, они сами по себе широченные. Вот. Нога и вот ступень. то есть шаг все равно был я шагаю, но с большим усилием. Ну, видимо, в расчете на то, что ступени когда-нибудь сотрутся, но судя по тому, как в несостоянии, их так и не стерли. дальше византийцы у нас когда же закончится-то. Посмотрите внимательно, какая это мощь, какой это гигантизм. Посмотрите, что тут творится. Дальше у нас византийцы попытались превратить это в крепость. Здесь все поднимаемся и поднимаемся. Вот уже были двери, они все уже давно засыпаны. Мегалитическая стена. И опять выходим как в том анекдоте снова на Дерибасовскую на самый верхний уровень Милованды. прекраснейшего античного города, который спокойно у нас и смиренно спит внизу. Засыпанный, абсолютно засыпанный всем. Пойдемте по нему прогуляемся. Да. И вот великолепный античный театр Милита. Страна Хиява. Город Милит. Хетты называли ее Миловандой. проверю, куда я еще положил фонарик вот здесь. Раз уж теперь вот видите здесь нам пригодился даже еще и фонарик. Ступени сиденья одновременно, да, ну а нет, это последний уровень финишный. Наверху они стояли, когда уже были такое чувство, что кто-то те, кто сидел на нижних рядах, они упирались просто спинами в колени тех, кто сидел над ними. А вот последние випы, им правда ничего не видно было, что тут у нас все засыпано, все заложено. Им не было ничего слышно, хотя в таких вроде как театрах слышно совершенно все. Смотрите продолжение на канале, обязательно размещу и совмещу эти интересные видео, но место, конечно, гигантизм, гигантизм всех сооружений вы видите, гигантизм обработки, а еще смотрите внимательно, не успели вот это даже срубить, не успели это обработать. Мне пишут народ, так может что-то заливали, может это от заливки осталось, ну, наверное, если бы заливка как-то по-другому бы это выглядела, но вот оно вот так вот торчит тоже, сбивать до такой степени сознательно, не сбивать до такой степени, камень обламывали как будто, вот много таких частей, и интересно очень потолок, огромный свод, который держится, вот он, вот он истинный античный мир, огромный, древний, там постоянно какие-то звуки, потому что капли падают, и ты каждый раз напрягаешься, потому что понимаешь, что вроде как никого быть не должно, а вроде как звук есть. Итак, друзья мои, пишите свои комментарии, до встречи. Друзья, да просто стой на расстоянии небольшом, мы сейчас с вами в огромном термессисе, это крышка саркофага, ширина, это ширина, да, я залезть на нее не могу, вот ее ширина, вот ее длина, ну сколько здесь, нет, 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 это ширина, ой, длина, это все-таки, я думаю, ну, с этой стороны, даже, нет, все-таки, сломано, в общем, мы спутались в размерах, мы спутались в понимании, потому что, ну пусть возьмем это все-таки ее длина, но длина у нее уходит за 4 метра, кого охоронили в таких саркофагах, здесь по периметру саркофаги огромные, но такая крышка, вот вопрос о том, были карлики, были гиганты, я сейчас могу и к этому саркофагу просто подвести, чтобы понимать, и здесь, гигантические саркофаги находятся, там гигантические, это, наверное, самое большое, что мы видели, потому что, вот, вот мой размер на вытянутую руку, на вытянутую ногу и на вытянутую руку, да, 2 метра идут, и еще 2 метра добавляйте к этой крышке, к этому основанию, невозможное, невозможный, конечно, размер, вот оформление, вот декор, вот она, слушай, ну правда, чисто крышка, да, крышка, крышка огромного саркофага, хотите, верьте, хотите, нет, были гиганты, не были, не были гиганты, сами решайте для себя, я вам показал, мы вам покажем сейчас очень много саркофагов, которые, ну, мелкие, 3 метра там, 2 метра высотой, такие, так, на среднем, братская могила, брат, а тут какая-то, да, действительно, но если допустить, может быть, допустим, братская могила, то, что это не могло бы чего-то, ее даже поднимать невозможно, сколько тонн это может быть? Вот, 30-20, 20-30 тонн, взгромоздить это, сам саркофаг, вероятнее всего, где-то находится вот, вот здесь, вот, видимо, он глубже, она еще слетела, здесь есть даже перевернутые, уникальные саркофаги, вот, если можно, пойдем, повернем, я просто, к этим, я попросил Павла, он тут наш старательник, познакомились, в экспедиции, вот, перевернутый саркофаг, масштаб его, даже он уже очень большой, великолепно исполненный, кривые греческие надписи, вот другой саркофаг, я говорю достаточно громко, чтобы меня было слышно, высота его, масштаб, это не самые крупные саркофаги, какие мы здесь встречаем, в некрополе Термесоса, мы сейчас находимся здесь, около 2000 саркофагов, они все исполнены великолепного качества, потому что вот эти элементы, ну вот они, ну совершенно прекрасные, это вечные материалы, которым вообще ничего не стало, просто вечный материал, и кривая греческая надпись, вот если можно, чуть ближе, чтобы было видно, что греки, вот там очень хорошо, вот они, греки понаписали, они присваивали себе истории, это никогда не создавали, никакие эллины, которые гордятся, что я родился эллином, не варваром, это все заселенное, после перезаселенное, после какой-то катастрофы, саркофаг перевернут, вас, наверное, интересно, что снаружи, мы уже посмотрели, а такой, что это у нас, как это сказать, камень, отколотый камень, камень с породы отколотой, и таких саркофагов, здесь очень много, смотрите продолжение на канале, потому что пока мы пребываем, в некотором, в некотором шоке, в некоторой прострации, потому что глазу, глазу без конца, он видит, а воспринять сознание еще не может до конца, но та крышка, которую мы встретили, четырехметровый, чуть больше, ну пусть даже, условно, да, условно, не менее четырех метров, мы ее возьмем, вот крышку, это чисто саркофагный, крышка саркофага, сам саркофаг, вот не этот ли, вот он, нет, тут даже стен нет, мы сейчас дальше пойдем, увидим, я думаю сейчас пойдем, там дальше очень много, смотрите продолжение на канале, потому что, будет не то, что мега круто, мы уже нашли, а дальше сами решайте, были гиганты, но высота мы замеряли, четыре с половиной метра, высота прохода в термесесе, нормальная высота, на трехметрового, если три с половиной, плюс метр добавлять, вот нормальный саркофаг, нормального размера, примерно тело, еще метр убирать, но три с половиной, рост там был, а был ли мальчик, или девочка, не было ли, сами решайте для себя, друзья, вот я просто показываю, не знаю, показать забытые руины, а это руины, истинно забытые, если это поднять, показать, даже поднять, это невозможно, только с вертолетом, наверное, каким-то мощным вывозить, это все невозможно, здесь, только здесь можем посмотреть, это перевернутые, чудовищные, до встречи в невозможном термесосе, восхищайтесь вместе с нами, изумляйтесь. Субтитры сделал DimaTorzok